21 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация посольства Южной Кореи. Целью визита стала международная научная конференция «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». Институт международных отношений проводил мероприятие 22 раз. Кроме того, конференцию также посетили представители Волгоградского государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского федерального университета и Челябинского государственного университета. «У нас по результатам данных конференций принимаются доклады на такие темы, как история Кореи, культура Кореи, экономика Кореи и так далее. И всего у нас уже за время нашей работы собрано около 450 работ на данной теме». Конференция состояла из трех сессий, во время которых участники обсудили такие темы, как положение корейцев, вынужденно мигрировавших на юг России в 1937 году, художественные переводы текстов, социализация российских корейцев, охрана культурного наследия и другие. Подобные конференции развиваются благодаря активной поддержке Академии краеведения в Корее, Корейскому фонду и посольству Республики Корея в Российской Федерации. «А в этот раз я приехал в Казанский университет, чтобы поздравить всех вас с открытием конференции по корееведению. Я очень благодарен, что такое многое количество людей заинтересовано в исследованиях, касающихся Кореи. И мы со своей стороны точно так же будем и дальше поддерживать учеников, студентов и экспертов, которые занимаются в исследовании в этой области. Спасибо большое». Резюмируя, посол Республики Корея в России заверил, что он окажет всяческое содействие в решении вопроса о сотрудничестве по линии изучения корейского языка, а также приглашении профессоров в Казанский университет, развитии дипломатических отношений Татарстана и Кореи в целом. В завершении встречи Атташе выразил желание сотрудничать, а также благодарность за организацию конференции.